Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Сегодня у нас небесное послание. Вам нужно выбрать одну карту или можно послушать несколько, и вы услышите небесное послание для себя. У нас будет четыре послания. Тут у нас такие вот карты прям феи замечательные. Очень их люблю. Напоминаю, видео всегда актуально в момент, когда вы его откроете и посмотрите. Итак, пока выкладываю карты, приглашаю вас на наш канал. Переходите на главную страницу канала. Там есть список самых популярных видео на любой вкус и также плейлисты. Кстати, есть плейлист «Советы высших сил». Обязательно его посмотрите. Там еще много будет для вас интересного. Есть даже плейлист «Все о вас и вашем предназначении». Есть плейлист «Ваша судьба». Тоже ознакомьтесь. Обращаю ваше внимание. Итак, первая позиция. Ой, другой стороной показала. Тут у нас котики. Так, вторая. Третья. Четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Небесное послание для вас. Мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Что хотят высшие силы вам сказать? Что вам хотят сказать небесам? Тут у нас такие прям очень светлые карты. И я думаю, что вы получите то, что вам нужно действительно для души. Итак, здесь у нас карта доброты. Интересное послание для вас. Вообще, доброта – это очень мудрое решение для вас. То есть быть добрым, быть лояльным, что ли, человеколюбивым. И доброта, она заставляет довериться Богу, довериться высшим силам. Вы можете принять решение быть добрым к тем, кто причинил вам боль. Вам нужно простить себя, простить других. И это будет вашим актом доброты. По сути, если человек может оставаться спокойным, собранным, даже в каких-то нестандартных ситуациях, которые его расстраивают, стрессовых ситуациях, то он всегда может привести себя в состояние доброты. И да, ум может бросаться от одной проблемы к другой и быть постоянно в состоянии контроля, желания контролировать. Но на самом деле, если мы переходим в состояние доброты, то всё решается само. Если мы переходим в состояние доверия высшим силам, вот как-то вот раз-раз проблемы и разруливаются. Ну, разматывается этот клубок проблем. Но сначала нужно принять решение быть добрым в любой ситуации. И Бог, он, ну, даёт возможность увидеть общую картину. То есть, если вы смотрите на вашу проблему, на ваш, может, ворох, проблем с высоты птичьего полёта, вы начинаете всё понимать иначе. Вам нужно рассматривать ситуацию, ну, как проблему саму по себе и не путать её с тем, что происходит в любых других обстоятельствах. Не применяйте ваши одни проблемы на другие жизненные ситуации. Не стоит, допустим, запоминать сценарий. Вот я был добрым, и мне за это пришло там зло. В следующий раз я добрым не буду, потому что буду ожидать зла. То есть, это нехорошее решение, неправильное решение так думать. То есть, нужно думать несколько иначе. В общем, я добрым был, мне пришлось, ну, как мне это обернулось злом, да, но в следующий раз я снова буду добрым, потому что знаю, что, ну, значит, там мне был какой-то урок. И знаю, что я этот урок усвоил и буду дальше продолжать быть добрым, потому что добро, оно всегда побеждает. И постарайтесь не думать обо всех тех вещах, которые могут там пойти не так в будущем. Постарайтесь не думать, не создавать негативные сценарии будущего, а просто будьте здесь и сейчас и рассматривайте, ну, вот вашу любую проблему в большой вашей жизни. То есть, что ты будешь думать об этом через год? Вот если вы так возьмёте на эту проблему, посмотрите, что я буду думать об этом через год? И вы поймёте, что она растворяется. И да, вы сейчас переживаете, но потом это будет в прошлом. И лучше сейчас не концентрироваться на том, что эта боль должна продолжаться, что вы любите страдать, что вы должны страдать, ни о каком добрее речи быть не может. Вот так нельзя. Вам нужно, вот как бы вы столкнулись с проблемой, да, мне нужно её решить, да. Я буду решать с точки зрения только доброты. И увидите, вот что, если вы не концентрируетесь, вот всё в будущем будет плохо. А наоборот, в будущем всё будет хорошо, эта проблема уйдёт. И моя жизнь изменится к лучшему. И вы увидите, вот всё вообще решается иначе. Просто поверьте мне, оно так и бывает, что если ты настроился на что-то хорошее, оно и проходит менее для вас злобно, агрессивно, да, менее гадко, что ли. И меньше, ну, накладывает на вас отпечатков. И в то же время разрешается гораздо быстрее. Да, бывают у людей очень-очень плохие ситуации. У ситуации глобальной потери, ну, что может быть там хуже смерти близких. Но когда это происходит, тем более нужно воспринимать всё с позиции доброты. То есть, именно так и не иначе. Потому что, если вы начнёте воспринимать это ещё с позиции боли, с позиции зла, то вы погрузитесь в совершенную тьму, понимаете? Ну, вот такая вот первая позиция. Так, у нас второе небесное послание. Что хотят вам высшие силы сказать, да? Ну, тут карта различий. Возможно, вы так были воспитаны, чтобы ценить общественные ценности выше собственных, например. И ваша самооценка, она может основываться на том, насколько хорошо вы соответствуете тому, чего от вас ожидают другие люди. И несоответствие ожиданиям или наличие каких-то иных идей может считаться неправильным, ненормальным. И на самом деле наши противоположности соответствуют общественному развитию, да? И вы можете остро осознавать свои отличия, но не понимать, какую роль эти различия должны играть в вашей жизни. По сути, мы все уникальны. Ваша уникальность, она может привести вас к цели вашей жизни. И сначала может нелегко идти своим путём. Это требует всегда мужества, некоторой самоотверженности. Но вам нужно сохранить свою истину. Вам нужно принять, что ваши отличия являются неотъемлемой частью достижения вашей цели. И у каждого из нас есть цель. И не пытайтесь соответствовать или менять свою природу. Тогда вы обретёте свою силу. То есть вам нужно понять, что мы все на самом деле отличаемся друг от друга. Нет какого-то определённого стандарта. Это только иллюзия этого стандарта. Нет какого-то определённого образца. Это только иллюзия образца. Вся суть в том, что некоторые устои общества, религии действительно задают нам определённый тон, определённую планку и определённые какие-то манеры поведения. Вот сегодня мне сказали в комментариях, вы должны, вот слово, да, фраза, вы должны, ну, вести себя там определённым образом, писать определённые вещи, говорить определённые вещи, вести себя таким-то, таким-то шаблоном, да, соответствовать шаблонам именно. А я ответила, я никому ничего не должна. И это на самом деле так. То есть если какой-то блогер ведёт канал, разве он кому-то должен говорить определёнными фразами, что ли? Нет, конечно. И то же самое вы. Много ли раз вам говорили это, что вы должны? Вот вспомните, вы никому не должны. Вы не должны покрасить волосы в коричневый, а не в розовый. И вы не должны одевать строгий костюм вместо красивого, там, я не знаю, кожаного платья, чулок или ещё что-то, понимаете? То есть вы будете сильным, счастливым человеком только если пойдёте по своему пути и будете делать только ровно там, так, как вам это хочется и как вам это надо. Ну, вот такая позиция номер два. Такая прям карта красивая. Есть солнце, а есть луна. Так, смотрим дальше. Небесное послание, третья позиция. Третья. Что вам хотят сказать высшие силы? Ну, здесь у нас карта слёзы. Слёзы. Ну, слёзы это способ тела что-то отпустить, понимаете? Слёзы, они дают вам возможность отпускать. Они действуют как клапан сброса давления. И они всегда появляются по какой-то причине. Вы можете плакать, когда вам грустно, когда вы испытываете стресс, разочарованы, напуганы, огорчены. И так же вы проявляете слёзы, когда испытываете позитивные чувства. Например, когда смеётесь до слёз, или когда вы очень-очень счастливы, когда вы тронуты, когда вы даже горды за себя или за кого-то из своих близких. То есть слёзы это снятие напряжения. И они не накапливаются в вашем теле, да. По сути, вам нужно выражать свои чувства. Об этом говорят высшие силы, и об этом небесное послание. Да, это является частью сохранения здоровья, когда ты плачешь. Слёзы, по сути, являются признаком искренности, а не слабости. И вы показываете силу, когда даёте волю эмоциям, а не слабость. Помните об этом. Ваше тело использует ваши слёзы для высвобождения гормонов стресса. Это не может быть причиной того, что вы чувствуете себя хуже, да. Или это не может быть причиной того, что вы, ну, допустим, плохой человек. Это просто является индикатором. Разгрузились и почувствовали себя успокоенным, всё, расслабленным. Но это не является каким-то порочным, например, для вас. Гадким. И нельзя стесняться слёз. Многие люди боятся плакать. Они держат слёзы в себе. Многие разучились. И действительно, когда мы теряем, когда мы огорчены, и когда испытываем горе, мы должны плакать. А вот если вы не плачете, это страшно. Потому что всё уже там внутри закоксовалось, да. Поэтому вам нужно научиться плакать. Если вы плачете, никогда себя за это не обвиняйте. Это не может быть плохо. Это не является чем-то плохим. Поэтому может вам, вот знаете, с детства бывает стыдно очень, когда расплачешься. Там ругают или ещё что-то. И вот это где-то вот заело, да, что ты, если плачешь, ты дурак. Или если ты плачешь, ты там выглядишь некрасиво, у тебя некрасивое лицо или ещё что-то. На самом деле это глупость всё. Вам нужно понять. Вот когда вы заплакали, значит, вы разгрузились. Значит, всё хорошо будет. Значит, вы чувствуете себя лучше. И я считаю, что если вы любите, и там кого-то, кто-то уходит, да, и вы плачете, не стоит стесняться. Я знаю людей просто, которые не могут плакать. Они настолько погрузились вот в эту психологическую травму свою какую-то, что разучились, у них слёзы не идут. И это нужно разбирать, конечно, чтобы смочь высвободить это всё и снять напряжение с тела, потому что от этого можно болеть и так далее. Ну, вот такая позиция номер три. Задумайтесь над этим. А мы перейдём к позиции номер четыре. Небесное послание. Что вам хотят высшие силы сказать? Что хотят сказать? Перспектива. Ну, на протяжении всей жизни у вас формировались мнения, убеждения. И многие факторы повлияли на то, как и что вы думаете, да. Ваша какая-то там семья, культура, опыт, образование, воспитание играют роль в том, во что вы верите и как вы относитесь к миру и к себе. И вам нужно выяснить, какое у вас мнение, да, по вопросу, с которым вы имеете дело и как оно возникло. То есть источник. Кто или что повлияло на ваше мнение? Представьте, как может выглядеть ситуация с другой точки зрения. Попробуйте это представить. Возможно, есть какие-то преимущества в пересмотре вашей точки зрения. Вы можете изменить свою точку зрения и признать положительные аспекты конкретного сценария. Посмотрите внимательно на то, что у вас есть перед вами. И нужно найти спрятанное сокровище, которое может сделать вас счастливым. Вам нужно осознать силу благодарности, работать над ее применением на практике. Вот понимаете, каждый человек, он, ну, в некотором смысле узко может мыслить. Просто исходя из своего опыта прошлого, да. И не видеть, не видеть перспектив, не видеть положительных сторон ни в чем вообще. В самом лучшем, ну, что есть у человека, он может найти худше. И даже многие люди находят там, не знаю, зло в рождении детей, в собственном браке. Хотя это вроде как самое прекрасное, что у нас есть. В любви находят зло. Хотя любовь всеобъемлющая, и мир состоит из любви. Зло находят в жизни. Зачем я родился, кричат. Да, действительно, зачем. Никто не знает, зачем ты родился. И понимаете, вот как бы лучше бы найти, наверное, плюс в том, что ты родился. Счастье, что ты дышишь, ходишь по этой земле. Но зачем я родился, да, кричит человек. Вы меня измучили. И я сам себя измучил. На самом деле все дается просто для того, чтобы преодолеть боль, преодолеть себя. И найти в себе это счастье. А счастье можно найти прямо сейчас. Главное его услышать, почувствовать, попробовать на вкус, да. Попробуйте хоть раз осознать, что вы счастливы. И поблагодарите за это Вселенную Бога. А ведь поводов для счастья у вас гораздо больше, чем поводов для горя каждый день. Главное, умейте это все замечать. Не бывает идеальной жизни, но ее просто не существует. Вы можете быть довольны или недовольны. Это исход дела не поменяет. Но когда вы недовольны, сделать только хуже. Вот такая позиция номер четыре. Всем спасибо за внимание. Что, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. До новых встреч.